Следующий наш спикер Алия Абдинова. Тема доклада «Принудительная психологическая помощь семям в новых законах. Связь профессиональной и приемной семьи, психиатрии, опыт зарубежных стран». Пожалуйста. Я тоже буду стоя сразу же, чтобы показывать те нормы, которые в новом законе приняты о защите прав детей и женщин. Меня зовут Абдинова Алия Сабитовна, я руководитель общественного фонда Хургау и Чар. Мы занимаемся правами человека в области психиатрии. Вообще, эта тема меня конкретно заинтересовала именно вот эта ювеналка психиатрии еще в 2013 году. Я все те элементы, как это внедряется у нас в Казахстане, еще видела тогда. Увидев опыт зарубежных стран, можно в принципе предсказывать, что будет происходить у нас. Чуть-чуть истории скажу. В 2002 году фон Сорос поставил перед нашими женскими организациями, которые он же создал и финансировал, о том, чтобы приняли закон о семейно-бытовом насилии. Это было в 2002 году. В 2009 году перед председателем ОБСЕ был принят закон о семейно-бытовом насилии с размытыми формулировками насилия. Но этот закон, он был такой неработающий, так скажем. В 2016 году вот именно как раз ЮНИСЕФ ставил перед уполномоченным по правам детей, чтобы так называемый закон о шлепках принять. Ну, чтобы никакого насилия в отношении ребенка не было. Но когда нам вообще любой нормальный человек, он против насилия. Ну, то есть, а тут, ну, это сами понятия, они такие размыты, я чуть дальше об этом остановлюсь. В 2016 году не получилось. В 2020 году была попытка аналогичные законопроекты внести у нас, но тогда он не был принят. Когда рассматривался кодекс о здоровье народа и статью 91 включили в школьные и дошкольные медицины, детскую психиатрию, так называемый секс-просвет, да, тогда я в своих постах писала, что за следом последует принятие ювенальных норм для того, чтобы был легкий доступ к детям, чтобы можно было разделить детей и родителей. И теперь вот в 2022 году была попытка принять этого закона и в 2024 году в конце января его занесли, в конце февраля уже в двух чтениях приняли и вы увидите, что очень в ускоренном варианте его приняли. И более того, это тоже через уполномоченных по правам детей этот законопроект двигался у нас с сентября 2023 года. О том, что это через уполномоченных по правам детей такой закон должен двигаться в отчете ЮНИСЕФ 2018 года именно на Казахстан он был написан. Теперь давайте остановимся на конкретных нормах этого закона и давайте его сравним с теми законами, которые, законопроектами, которые аналогичными, которые пытались протащить в 2020 году. Можно следующий слайд? Вот смотрите, это закон 2020 года, который пытались в административный кодекс 154 внести прохождение обязательно психокоррекционной программы, направленной на изменение агрессивного поведения в сфере семейно-бытовых отношений. То есть это была норма, которую пытались в 2020 году под председательством на тот момент депутата Балиевой эту норму принять. Но тогда, вы знаете, в январе 2021 года этот законопроект был снят после родительского возмущения. И вот в 2024 году, давайте следующий слайд посмотрим, его получается в 2024 году уже он принят, уже с июня месяца этот закон вступит в законную силу. И здесь говорится о том, при установлении особых требований к поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, суд вправе установить меры по оказанию психологической помощи. И давайте здесь посмотрим обоснования. В обосновании говорится, что предлагаемая редакция направлена на приведение в соответствие с проектом о противодействии семейно-бытовому насилию. То есть получается в данный момент этот законопроект о семейно-бытовом насилии, он рассматривается. В 2020 году, тогда он назывался закон о правах детей, законопроектом, он в связке именно принимался с законопроектом о семейно-бытовом насилии. Где-то на 85 или на 90% его меняли и решили, что закон 2009 года должен утратить и принять новый в 2020 году. И теперь в 2024 году в таблице написано, значит, в Можелисе, возможно, находится этот законопроект. То есть вот эти нормы, так называемые принудительные психологические программы, его собираются применять не только в отношении лица, который совершил административное правонарушение. Еще, кстати, в Уголовный кодекс тоже внесли, статью 98, сейчас точно не могу вспомнить, тоже это принудительную психологическую коррекцию туда вводят. И теперь это получается не только в отношении правонарушителей, получается и в отношении, если в соответствии с законом о противодействии семейно-бытового насилия. Давайте посмотрим вот эти четыре вида насилия, которые в существующем законе 2009 года есть. Может следующий слайд? Вот смотрите, закон 2009 года говорит о том, вот смотрите, четыре вида насилия есть. Когда нам говорят насилие, у нас в голове сразу же представляется, что это какие-то преступления. Ну то есть это прям преступление-преступление. Но на самом деле, если посмотреть вот эти виды бытового насилия, физическое насилие, это умышленное причинение вреда здоровью. Ну сейчас его, кстати, еще и криминализируют в Уголовный кодекс, да, вносят. Противоправности здесь нет. То есть умышленное, ребенок ползет к розетке, за ногу потянул, умышленное, да, причинение, потому что ты его отодвинул, нет противоправности. То есть любое действие, которое не подпадает под административно-уголовное, он будет как физическое насилие. Психологическое насилие, умышленное воздействие на психику человека. Ну то есть ты в семье просто разговариваешь с членом семьи, оно может подпадать под психологическое насилие, потому что противоправности здесь нет. И то же самое, как экономическое насилие, умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды. Не хватает 18 квадратов, не хватает еды. Вот вам вот насилие. И по вот этим видам насилия, как раз таки, можем предыдущий слайд, вводят, получается, вот это принудительно-психокоррекционные вот эти программы, психологические программы. То есть будут направлять к психологу. И даже вот давайте тоже административное правонарушение посмотрим. Статья 127, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Там еще есть такое, как угроза, не угроза, а по поводу несчастных случаев родителей привлекать. Там, не знаю, там синяк ребенок получил, вот тебе несчастный случай. Родителя, получается, вот эту принудительную психологическую программу направлять. Ну то есть вот такое. Теперь мы хотели понять, еще с 2020 года мы хотим понять, что такое принудительная психологическая программа. Давайте посмотрим, что нам тогда ответило Министерство здравоохранения. Так, следующий. А, давайте еще посмотрим. Статья в 2020 году в закон о семейно-бытовом насилии хотели внести статью 41. 41, вот эти как раз-таки, вот эти меры принудительного психологической коррекции. И вот там, смотрите, совершившее в отношении лица, совершившее семейно-бытовое насилие, я вот размытые формулировки насилия показала, одновременно с медикаментозной и иной терапией. И мы тогда в рабочей группе говорили, то есть получается родитель, ну например, у кого не хватает там 18 квадратов, он как в экономическом насилии его обвинили, забрали ребенка, его отправили на вот эту вот психологическую коррекцию, его будут медикаментозно лечить одновременно. То есть тогда вы как его будете лечить, если это психологическое, соответственно, прежде чем лечить, вы, значит, поставите ему психиатрический диагноз, потому что как вы не можете без диагноза просто так медикаментозно лечить человека. И мы тогда запросили, получается, ответ от Министерства здравоохранения, и Министерство здравоохранения нам тогда ответили следующее. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь нам ответили, что специалисты эту программу будут проводить, ну там психотерапевт, психолог, при этом проведение данной программы в медицинских организациях предусмотрено при установлении диагноза психического поведенческого расстройства. То есть это любой психиатрический диагноз получается. И мы говорим, а как будут, ну, например, вот семью обвинили, что, ну, например, ребенок в несчастном случае, когда, да, он там, синяк, ребенка забрали, административному правонарушению будут привлекать. То тогда кто будет решать о том, что нужна вот эта психологическая программа одновременно с медикаментозной? Нам ответ Минздрав дал, что это будут проводить психиатры. Но, извините меня, но то юристы поймут, у нас в принципе в уголовно-процессуальном, гражданском процессуальном кодексе есть уже принудительные меры медицинского характера. То есть человек, который совершил правонарушение в административное или уголовное, в отношении него, если он в состоянии невменяемости или у него есть психиатрический диагноз, его освобождают от уголовной ответственности и применяют принудительные меры медицинского характера в психиатрических больницах. То тогда это дублирующее, у нас теперь была карательная психиатрия, теперь у нас получается еще появляется карательная психология. Хорошо, следующее. Мы тогда задали вопрос, дайте нам, пожалуйста, вот эту психологическую программу. Нам ответили, что психологическая программа, да, она разработана, то есть в 2020 году она уже была разработана по результатам международных исследований. И также вот здесь они написали, что медикаментозная терапия применяется по строго имеющимся показаниям для коррекции сопутствующих состояний. Ну, то есть, посмотрим вот 2020 год. Нам ответили, что эта программа разработана, но нам ее не дали. Давайте вернемся в 2024 год. Мы задали вопрос в 2024 году. Мы говорим, хорошо, дайте нам вот эту программу. Нам не дают эту программу, мы сколько раз запросов делали. И вот нам что отвечают. Это прохождение психологической помощи лицам, совершившим уголовные правонарушения, хотя у нас в законе и административное вошло, да, и они, оказывается, законопроект о семейно-бытовом насилии, если верить таблице, которое было в Можилисе, вносят, будет утвержден Министерством здравоохранения. И оно находится на стадии разработки. И вот эта подготовка проекта подзаконного акта, оно сейчас как бы еще готовится, его еще нет. Ну, то есть, закон уже приняли, но каким образом оно будет работать, и какие риски для родителей или для граждан Казахстана, его нет. Нет. То есть, по сути, как кота в мешке. Вот есть закон, а как он будет применяться, пока неизвестно. И что туда впишут в этот подзаконный акт, тоже непонятно. Следующее. И вообще, это нарушает законодательство нашего Казахстана, ну, то есть, получается, законотворцы нарушили статью 11 закона о нормативно-правовых актах. Там говорится, что когда принимается основной закон, основной закон, если это требует за собой принятия подзаконного акта, ну, например, приказа Министерства здравоохранения о применении вот этих психологической программы, то тогда, то тогда он должен совместно с вот этим подзаконным актом этот проект должен предоставиться в парламент. То есть, смотрите, ну, например, если я лоббист этого законопроекта, я могу же депутатам хоть что сказать? Я же могу им сказать, например, ну, знаете, это будет просто вот, например, мужик пришел домой, женщину ударил, и он его, чтобы он больше ее не бил, мы отправим психологу, психолог там поработал, пообщался, и как бы скорректировал поведение, и на этом как бы все. Ну, то есть, любой нормальный человек подумает, ну, да, в принципе, почему бы нет, пусть поработает психолог, скорректирует поведение, и, может быть, он больше не будет больше бить свою жену. То есть, это же можно представить именно в вот таком в узком варианте, понимаете, в вот таком в узком. И такой депутат, ну, да, ну, да, но он же не видел сам подзаконный акт, он же не будет знать, как это будет применяться на самом деле на практике, потому что он не видел проекта подзаконного акта. Это то же самое, как, помните, с буллингом, когда понятие буллинг принимали в Можилисе, они говорили, нет, никакой ответственности не будет, и эти записи рабочих групп Можилиса у нас имеются. И что мы видим? И нам говорили, вот это подзаконный акт, ну, мы вас включим, вы там будете участие принимать. Что на практике? Сейчас закон приняли, ответственность приняли. Ответственность приняли, да, по поводу буллинга. Именно родители в том числе будут наказывать, что ребенок его в школе кого-то там обозвал дураком или еще кем-то. Или вы так неправильно воспитываете своего ребенка, например, нетолерантно извращением вы его воспитываете, да, как в западных странах это применяет, вот это понятие буллинга. Ну, то есть, вот к чему это пришло, потому что мы подзаконный акт сам не видели. Здесь то же самое, мы получаем вот такое же, вот получается, кота в мешке. Теперь давайте, мы задали вопрос, мы сделали запрос, вот нам, которые, министерство здравоохранения, ответили, вот они вот, нам очень куцый такой ответ дали, хотя мы там задавали вопрос. Мы вможились, мы и министерство задавали такой вопрос. Кто будет проводить вот эту психологическую программу принудительную? Кто? Психолог частный, неправительственных организаций, как в западных странах, он же дает заключение, он же дальше, чтобы получать деньги, будет заинтересован, держать человека бесконечно? Или же это будет проводить психологи психиатрических больниц? И потом, как в ответе министерства здравоохранения от психолога, психиатрические больницы, рядом вот и психиатрия, если диагноз поставим, там расстройство поведения или еще какое-то, то тогда дальше медикаментозное лечение психиатрическими препаратами. И кто будет платить за это? Родитель, например, несчастный случай случился с ребенком, родителя отправят на психологическую коррекцию, и он же еще со своего кармана, он штрафы вот эти заплатит, плюс еще со своей проблемой нерешенным останется, еще он должен со своего кармана платить за эту психологическую принудительную коррекцию. То есть вот эти вопросы, они не ясны. То есть без прояснения вот этих всех вопросов, без обсуждения, получается, с общественностью, родительской общественностью, вот такие вот нормы были приняты. Посмотрим, как они заработают. И давайте, я хочу просто пример привести в западных странах, как работает вот эта психологическая принудительная коррекция. Наши лоббисты этого законопроекта в 2020 году говорили о том, что они ездили в Германию с нашими психиатрами из республиканских психиатрических больниц, для того, чтобы поделиться у них опытом. Давайте посмотрим, мы это уже в Германию посмотрим. Вот этот, есть один психолог, психолог написал в книге «Черный югентамп», «Черный югентамп» это молодежная югентамп, это молодежная организация, куда вот, как по 111 позвонил, тут же приехали, забрали детей, ну, то есть, они такими широкими полномочиями, в полицию звонят, так, в эту семью забираем ребенка, они приехали, забрали. То есть, вот этот югентамп, в этом книге «Черный югентамп», этот психолог пишет, любой недобросовестный психолог будет держать родителей на этой программе бесконечное время, чтобы получать деньги. И только на основании потом заключения психолога, вот как молдовские нам рассказывали, правозащитники, их будут считать, они могут соединиться с собственным ребенком или нет. Не получается ли, что мы правосудие в Казахстане отдаем на откуп психологам и психиатрам? То есть, это не судьи будут решать, а психологи? Давайте посмотрим несколько примеров из той же Германии в 2020 году, когда Кодекс о здоровье народа принимался, как раз уже в Кодексе о здоровье вот эти ювенальные нормы по изъятию ребенка хотели туда, так скажем, засунуть. И там в Германии как раз беженство попросили, политическое убежище у России попросила семья Бергольф. Благополучная семья, мама, папа, пятеро детей работают, ну, то есть, дети счастливы, хорошая семья. Старшего ребенка, подростка отправили в лагерь детский. В детском лагере психолог говорит, у ребенка гиперактивность. И прописал, получается, два психотропных препарата. Родители посоветовались с другими врачами, они сказали, вы что, это же, ну, как бы наркотики, да? И они отказались давать. Тут же врачи сообщили вот этот Югентамт, молодежное ведомство, и они изъяли всех пятерых детей. Вот этого мальчика закололи настолько, он 18 лет, у него сгнили кости, он в 20 лет умер. Когда родители попросили политического убежища в России, этот сын умер, он перед этим еще интервью дал, он рассказал обо всех ужасах. Ну, то есть, вот, от насилия спасли семью психологи. И вот этих девочку одну, ее приемных профессиональных вот этих семьях, она кочевала по разным, ну, пять-пятеро, одну из них изнасиловали. Ну, то есть, из семьи забрали, как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, что медицинскую услугу не дают, а какие последствия? Смерть, изнасилование, по сути, убийство. Вот, это вот опыт Германии, или же опыт Германии. Я еще, когда мне эту историю рассказывали, я поражалась, как? Когда мама, ну, ребенка, первоклассник, несколько раз опоздали в школу, подали на лишение родительских прав, маму отправили по решению сюда на лечение психиатрическое, ребенка тоже. Я еще думала, как? А вот так? Это пришло к нам, ребята? К сожалению. Это пришло, мы сопротивлялись этому, мы бились, мы по крайней мере убрали вот это понятие, как медикаментозным, одновременно с медикаментозным, которые хотели в 20-м году принять. Понимаете? Ну, то есть, сейчас посмотрим, как эти нормы заработают, но родители, когда вы просвещены, вы вооружены. Что вы с этим можете сделать? Смотрите, чтобы вот эта вся ювенальная машина смогла полностью заработать, она еще полностью не может заработать. Знаете, почему? Потому что мое мнение такое, что, наблюдая за зарубежными опытами, за зарубежными странами, нужно принять еще несколько законов у нас в Казахстане. Сейчас у нас будут, так скажем, по-простому говоря, качать тему гендера, у нас, скорее всего, будут качать закон о психологах, чтобы можно было добираться до детей по формулировкам вот этим насилия, вот если в семье насилие было, ну тогда мы к ребенку без согласия родителей будем добираться. Скорее всего, наблюдая и изучив законы о психологии других, даже ближайшего нашего зарубежья, что скорее всего, вот еще его будут принимать. Ну то есть, несколько законов, ну еще по поводу, вот профессионально приемная семья, она сейчас находится в Можилисе, данный момент на рассмотрение. Без него, вот эта, так скажем, бизнес-структура, она не заработает. Почему? Объясню. Вот в западных странах, да, в той же Германии, когда ребенка изымают из семьи, например, у того же вот этих Бергальтов, да, то, что не давал психотропный препарат, потому что гиперактивность поставили ребенку, то тогда что они делают? Они отдают профессионально приемную семью. Профессиональная приемная семья, они получают, у нас, вы читали, 250 тысяч хотят давать, да, и 500 тысяч хотят им платить. Ну, представляете, чтобы не утратить заработок, чтобы не утратить заработок, они будут что делать? Им скажут, вот ребенка гиперактивность, давай психотропный препарат. Будут давать. Там вот постсоветская семья, постсоветского пространства три года судилась, ребенка прям изъяли из детского садика из-за того, что родители не хотели давать психотропный препарат по гиперактивности. Три года родители судились, ребенок по профессиональным приемным семьям, они говорят, через три года мы получили овощи после психотропных препаратов профессиональной приемной семьи будет все равно ему придали ребенка ему горд у него диагноз надо вот вот эти препараты давать они будут давать чтобы не потерять свой источник дохода или же западных странах за то что как уход за особенным ребенком а психиатрический диагноз как бы ну как бы считается что это не норма то тогда вот эти еще профессиональные приемные семьи вызывает специально психиатров чтобы страх ставить посттравматический стресс у ребенка отобранного у родителя вы видели да как дети сейчас на видео плакали когда их отбирают у родных семьи а вы думаете они там радостные у профессиональных приемных семьях а у меня забрали меня от родителей они не будут радостно не будут плакать они будут истерить они будут требовать своих родителей и вот посттравматический стресс вот вам и психотропный препарат то есть это как в одной книге врача невролога фреда бомана прочитала который мошенничество врачей называется он там говорит это психиатрическая придуманная игра когда вашу кровь и плоть будут отдавать другим людям и вы ничего с этим сделать не можете только тогда вы начнете просыпаться но вы будет слишком поздно и об этом вот этот цитата прям брала в 2020 году плакала и когда вот этот про психиатрический кодекса здоровья народа принимали я писала об этом и говорила следующая норма следующие законы это пойдут ювенальные нормы потому что чтобы доступ к детям иметь и чтобы любящие родители не мешали им и чтобы можно было вмешиваться в семью по вот этим размытым формулировка будут такие нормы принимать потому что тогда уже вот эти попытки были и уже над этим работали поэтому дорогие родители это все не сказано не для того чтобы вас там испугать чтобы вы там таком страхе находились нет дорогие родители что вы можете с этим сделать ну во первых самостоятельно знаете вы можете не верить нам вы можете не верь там сейчас очень много по поводу говорят что мы рассказываем фейки да вы можете нам не верить но вы можете сами изучить эти законы вы можете просто смотреть смотреть и делать собственные выводы по тем тенденциям по тем то что происходит и еще последнее что я хотел сказать неужели причинами вот этих вот поведение в семье до будут много там в основном вот но является какие-то психологические программы вот причины навряд ли как показывает статистика это в основном какие-то экономические проблемы это в основном какие-то ну то есть алкоголь алкоголизм да то есть вот вот эти могут быть яблоком раздора а психологи будут указывать истинную причину или они будут как давать какие-то ложные данные и уводить совсем другую сторону и мы погрязнем получается в этом комке ложных данных что будет давайте посмотрим теперь родители что вы можете сделать первое сами самостоятельно изучаете эти законы делайте свои выводы хотите делайте запросы конкретно здесь и сейчас что вы можете сделать вы можете все те тесты которые дают внешкольной программы сколько у вас квадратура как какая там ваша мама какая ваша папа или какие-то психологические тесты чтобы выявить депрессии в тревожности ребенок находится то есть любые тесты которые не относятся к школьной программе прям все их изучать и ребенка проинструктировать чтобы те тесты которые не относятся к учебной программе он говорил я не буду заполнять потому что мои родители отказываются спросите согласия моего родителя и предупредите о правовых последствиях вот этих звонков там а меня мама не купила айфон да или ой мама мне этот и какими последствиями это будет для ребенка заявления образцы заявления чтобы без вашего согласия не проводили никаких манипуляций находится на наших телеграм-каналах на телеграм-канале и на телеграм-канале канале казахстанского союза родители тоже имеется спасибо за внимание